Хлеб для растений. Плодородный слон. Это живой организм. Экосистема, биота, земля. Вот Алектина никогда не задумывалась об этом. Комплекс веществ природного происхождения. Субстрат. Плодородие почвы – это когда палку воткнул и вырос виноград. Интересная мысль. Да, в общем-то, наверное, так об этом очень часто говорят. И если ваша палка будет палкой винограда, саженец винограда, то, конечно. Итак, органоминеральное или биокостное тело, сформированное под воздействием биотических и абиотических факторов, в течение длительного времени. Татьяна, замечательно сделали вы определение. Очень интересно. И, конечно, самое, наверное, главное, о чем мы будем говорить в вашем определении, это слово «биотические факторы». И мы сегодня об этом поговорим, потому что именно это причина создания почвы на Земле. Сегодня мы немножко развеем кое-какие мифы, которые до сих пор написаны в учебниках. Но, как уже сегодня ученые открыли, что в учебниках в этих старых уже давно не совсем корректная информация. Итак, конечно, кто-то из вас, думая о почве, сразу себе представляет КАМАЗ Земли, такой черный, рыхлый, жирный, и думаете, вот сейчас привезу КАМАЗ Земли на свой участок, у меня решатся все проблемы. Я за свою жизнь привезла очень много КАМАЗов Земли каждый год. Последние три года до того, как я начала заниматься органическим земледелием, мой муж дарил мне на день рождения по два КАМАЗа Земли. И вы знаете, как-то мне это не помогало, должна признаться. КАМАЗы Земли не помогают, дорогие друзья, совсем. Кто-то из вас думает, что вот плодородие почвы, наверное, нужно пойти заказать трактор, он вам все вскопает, оставит вам вот в таком состоянии участок, и дальше вы будете писать нам письма и спрашивать, а что дальше делать, как ее теперь выровнять, какой-то кошмар, что делать, как быть. Друзья мои, ну, не делать того, что вы видите сейчас на картинке, не вызывать трактор и не вот заниматься такой перекопкой, чтобы дернина ваша оказалась в нижнем слое. Это самое ужасное, что вы можете сделать для своей почвы. Итак, друзья, посмотрите, пожалуйста, на эти картинки. Это как раз почвы, которые либо начали деградировать, либо уже деградировали. Вот нижняя картинка, вы видите, да, здесь вот этот процесс деградации почвы. Это как раз распад, это как раз та ситуация, когда у нас больше нету в почве коллоидов, когда нету почвенных агрегатов, когда почва больше не держит питательные элементы. Она больше не в состоянии это делать. И посмотрите, пожалуйста, также вот на это несчастное растение, которое все равно пытается как-то пробиваться, и вот эти остатки жизни еще остались на этой почве. Многие из вас очень часто задают вопрос, а что делать с мхом? У меня мох на участке. Как быть? Я сразу, заходя вперед, скажу вам, радуйтесь, что у вас есть мох на участке, потому что если бы у вас не было мха на участке, и просто были бы проплешины на участке, это говорило о том, что ваша почва ничем не защищена. Если у вас есть мох на участке, то причина только одна. Значит, ваша почва недостаточно плодородна, поэтому растение, которое вы сажаете, газон, который вы сажаете, он не в состоянии расти в комфортных условиях и образовывать хорошую плотную дернину. Он оставляет место, пустоты, потому что ему тяжело, он не может заполнить весь почвенный слой, и поэтому у вас появляется мох. Почему появляется мох? Потому что мох – это растение, как и лишайники, которым не нужны никакие идеальные условия. Им не нужна плодородная почва. Он может расти даже на камнях. Но это очень слабое растение. Его сильное, хорошее растение всегда вытеснет. Как только почва плодородна, мха не остается и следа, потому что сильное растение, культурное растение всегда вытеснет мох. Есть только одна причина, когда мох все-таки заполонил ваш участок. Когда почва неплодородна, и культурные растения не хотят в ней расти, тогда мох радуется, потому что у него есть возможность здесь немножко порасти. Но на самом деле не стоит на него обижаться. Его задача основная – это обеспечить корку. Что такое корка? Кора почвы – это очень важная составляющая, которая обеспечивает, как раз мешает нашей почве деградировать. Природа, матушка, так создала идеальный этот мир. Вы знаете, что мир наш создан абсолютно идеальным, мы в это верим. Создала так, что как только почва становится опасна, и почва может страдать от эрозии, от выветривания, в этот момент всегда есть какая-то корка. Это либо дернина на вашем участке. Дернина – это как раз то, что защищает почву от того, чтобы маленькие песчинки выветривались, и получилась эрозия почвы. Либо это мох. Мох, который также очень бывает плотный. Многие из вас пишут, у меня такой мох, что я не могу проткнуть лопату. Конечно, именно такой мох. А какой он еще должен быть, чтобы сохранить вашу почву от выветривания? Что те самые ценные, последние, ценнейшие песчинки, кусочки ила, глины, кусочки коллоидов оставшиеся, кусочки гумуса, чтобы они остались в почве и не выветрились, или не смылись водой. Это задача той самой коры в виде дернина или мха. И если вдруг вы видите мок на участке, что вы должны сделать? Вы должны прийти, низко поклониться мху и сказать, дорогой мой, я очень занятая женщина. Мне пока некогда заниматься плодородием почвы. Пожалуйста, потрудись за меня, сохрани мою почву, каждую песчиночку, каждый маленький кусочек земли, сохрани для меня, пока у меня не найдется время, не найдется время получить знания, прийти, заняться плодородием почвы, и тогда ты будешь свободен, я тебя отпущу. Итак, если мы с вами посмотрим на эту картинку, это как раз место в Калифорнии, один из островов в Соединенных Штатах, и здесь как раз были леса. Вот вы видите, здесь такая пустынная земля, когда-то здесь были хорошие такие леса, которые вырубили, и в этом месте случилась вот такая деградирующая почва, которая совершенно превратилась в пустыню. И вот эта вот почва в течение двух лет с помощью технологии органического земледелия превратилась вот на эту замечательную почву, это точно абсолютно то же самое место, превратилась вот в такой сад практически. Здесь идеальная почва, растут идеальные кустарники, и видите, как все хорошо. Ну, скажете, удивительно, такого не бывает? Нет, друзья, это бывает, и мы вам потом скажем о главных героях, кто, собственно, является главным героем, который вот из такой пустыни совершает вот такую почву, создает. Посмотрите, пожалуйста, к истории про мох. Наша ученица Татьяна Козлова, которая училась у нас еще в четвертом потоке, присылает нам фотографию своей почвы и говорит, ой, что мне делать? Вот видите, вот здесь мох, видите, мох, суглинок, трава хилая, мох кое-где, почва крайне уплотнена, вилами еле протыкается на 4 сантиметра, написала нам Татьяна в чате. Вы видите здесь, что происходит? А теперь посмотрите на эту фотографию. Буквально через 3 месяца, а то и, может быть, раньше, у Татьяны вот такой случился на этом же месте газон. Здесь ничего не происходило, кроме того, что она поработала над плодородием своей почвы и посеяла, подсеяла траву, и вот такой замечательный газон получился. Вы скажете, чудо? Нет, это не чудо. Это правда. Мох не может оказать вам сопротивление, если вы занимаетесь плодородием почвы. И также посмотрите, пожалуйста, на то, о чем мы будем сегодня говорить. Мы будем с вами сегодня изучать один из способов, один из очень важных процессов плодородия почвы, дерновый процесс. Вот здесь как раз мы изучаем цели, что такое дерновый процесс, и видим, как хорошо работают черви, как они обеспечивают микроорганизмы, обеспечивают дерновый процесс, который сегодня мы с вами изучим. И вы знаете прекрасно, что в нашей планете, кроме нас с вами, живет огромное количество разных организмов. И млекопитающие, и насекомые, и птицы, и микроорганизмы в почве, и дождевые черви. Все они работают над тем, чтобы создать идеальную плодородную почву. И когда мы с вами спешим удалить деревья с нашего участка, мы не задумываемся о том, что эти деревья являются домом для огромного количества организмов, которые обеспечивают не только плодородие почвы, но еще и баланс экосистемы на вашем участке. И дальше мы обязательно об этом поговорим. И самое главное, что деревья, это не просто деревья, которые хотят там расти, и там кислород какой-то нам вырабатывают. Деревья, их основная задача, это обеспечить равновесие и участвовать в круговороте воды. Если мы с вами страдаем от того, что почва наша иссушается, если у вас южные регионы, или там, где у вас мало воды, помните о том, что поставщик воды для почвы на 60-70%, естественно, зависит от вида дерева, является поставщиком воды в почву дерева. Если у вас есть деревья, они не только притеняют и дают вам тень, чтобы вы могли отдохнуть в кроне дерева. Нет. Они кормят водой огромное количество организмов. И также они кормят водой другие растения, потому что дерево задерживает воду в своей кроне после дождя и сохраняет ее на месяцы. И в момент, когда становится очень жарко, делится щедро этой водой с другими организмами. Это тоже очень важно понимать, поэтому думайте внимательно, не нарушите ли вы баланс воды, если вы удаляете дерево со своего участка. Итак, друзья, давайте мы подумаем о том, что же такое у нас фотосинтез. Это очень важный процесс, который нам нужно изучить. Почему? Потому что фотосинтез является, наверное, самым главным процессом в природе и вообще в жизни планеты. Есть еще один процесс – это фиксация азота. Если мы успеем, мы тоже об этом немножко поговорим. Это тоже второй после фотосинтеза, наверное, наиважнейший процесс, потому что без этих процессов у нас не будет круговорота углерода, круговорота в природе углерода, что является очень важным процессом. Итак, фотосинтез. Вы сами прекрасно знаете, в школе мы все изучали, что когда у нас с вами из шести молекул углекислого газа и 12 молекул воды под воздействием квантов света, с помощью хлорофила в листьях, создается органическое вещество и вода, и кислород. Так вот, это органическое вещество, вот эта молекула органического вещества, она кормит не только, является строительным материалом не только для листьев, она является строительным материалом и для плодов, и для цветов. Но самое главное, что вы сейчас должны запомнить, друзья, потому что без этого знания мы с вами не сможем узнать, как вам справиться с целиной без перекопки, поэтому сейчас, пожалуйста, внимание, самое главное, что это органическое вещество еще также и накапливается в корнях. Иначе у нас не будет запаса питания на всякие ситуации стрессовые или на весну, когда еще фотосинтез не начался у растений, когда все листья с осени облетели. И нам необходим запас органического вещества в корнях для того, чтобы новые почки проснулись. Итак, с фотосинтезом мы с вами разобрались и поняли, что это, для чего это нужно. Как вы думаете, можно ли из такого вот, из глины, из которой делают кирпич, создать плодородную почву? Возможно ли это? Напишите, пожалуйста, в чате, а я пока посмотрю, о чем вы здесь пишете. Да, можно. Долго от двух лет. Да, я вижу здесь много наших учеников, которые уже знают. Замечательно. Я очень рада, что мы уже с вами продвигаемся очень серьезно, потому что мы уже более оптимистично настроены на земледелие. Ура! Ура! Отлично. Кто-то думает, что нет все еще. Хорошо. Значит, сегодня у вас будет приятная новость, что вы сможете это сделать. Итак, посмотрите на эту глину. Вот у нас с вами есть такая глина. У многих она есть на участке. Поставьте плюсик. Плюсик. У кого глина на участке? Да, Татьяна, сегодня, если успеем, мы обязательно поотвечаем на вопросы позднее. Отлично. Спасибо, друзья, за плюсики. Я представляю, как вы расстраиваетесь, когда не видите на своей почве рыхлые, чудесные, как творожочек, только черного цвета почвы. Правда? Когда видите вот такое, да? А хотелось бы, чтобы почва была замечательной и плодородной. Итак, друзья мои, то, что мы с вами должны понять, прежде чем мы узнаем, как сделать, мы с вами уже узнали, что такое фотосинтез, теперь мы продвигаемся дальше. Какие еще нам с вами знания понадобятся, чтобы понять, как сделать почву рыхлой. Итак, в природе тот самый гумусовый слой, который у нас обычно, это только если в нашем центральном регионе, например, дерновоподзористой почвы, где верхний слой дерновы составляет около 10%, не более. Это та черная часть, где наша такая охохох дернина. Если, например, у вас серые лесные почвы, это такое название почв, например, есть в Татарстане, в части Татарстана тоже есть серые лесные почвы. Так вот там, где серые лесные почвы, там гумусовый слой, вот этот черный слой, доходит до 30 сантиметров. Если у вас чернозем, то гумусовый слой может доходить от 40 до 70 сантиметров. Но, к сожалению, уже мало черноземов осталось, у которых до 70 сантиметров, но в любом случае еще где-то встречается в заповедниках. Так вот, представьте себе, что наши, даже в нашем центральном регионе или северных регионах, где вообще почва подзолистая даже, а не дерновоподзолистая, где слой гумусовый вообще 5 сантиметров составляет. Так вот, представьте себе, что наши с вами 10 сантиметров природа создает 500 лет. Это 500 лет у природы уходит для того, чтобы создать суперплодородный слой. И мы с вами, что мы с вами делаем? Мы с вами получаем участок, целину и думаем, как избавиться от дернины. Раз у нас здесь сорняк растет, что нам нужно сделать? Логично, избавиться от сорняка. Ну как, мы же его не повыдергиваем весь, да? Значит, мы пойдем сейчас его срежем и выбросим, что и делают очень многие садоводы. Наверное, самое страшное, что вы могли сделать для своего участка, это срезать и выбросить дернину, потому что природа старалась для вас 500 лет, чтобы создать для вас этот очень скудный гумусовый слой всего 10 сантиметров. И вы берете его и отдаете другому садоводу, который значительно больше имеет знаний, решает эту проблему. Так вот, когда вы совершили этот поступок, вы должны понимать, что если, например, вы видите рожь или пшеницу, да, поле, где выращивается одна культура, например, всего лишь, всего лишь, да, выращивается пшеница. Это монокультура, когда выращивается на участке только одна культура. Представьте себе, что если, например, природа, да, природе мы с вами можем вырастить на, создать на одном квадратном метре всего лишь 7, то есть наоборот, простите, мы потратим 7 килограммов почвы на одном квадратном метре, то когда мы выращиваем вот так пшеницу, то природа создает это за один год, это за один год я имею в виду, то природа создает всего 1 килограмм почвы, естественной природе, естественным путем, на одном квадратном метре. Можете представить себе разницу, что происходит, когда мы выносим фактически почву со своего участка или с полей, когда выращиваем монокультуру. Естественно, эта почва требует восполнения. Что еще нам с вами нужно сейчас заранее запомнить? Друзья мои, почва еще также должна обязательно аэрироваться, то есть она должна обязательно иметь воздух, потому что корни наших растений, они не могут жить без воздуха. И еще в почве, как вы знаете, нужна влага, потому что корни растений питаются, получают питательные элементы, растворенные в воде. И этот процесс очень важный в почвеобразовании, в питании растений. Так вот, мы с вами знаем, что в почве есть вот такие замечательные капилляры. Что это такое? На глубине есть у нас грунтовые воды, да, какие-то воды на каком-то уровне. И вот от этих грунтовых вод наверх поднимаются капилляры. Это такие тоненькие трубочки. Это те трубочки, которые образовались между комочками почвы. Так вот, эти трубочки называются капилляры. И по законам физики, чем уже трубочка, тем больше давление, и тем выше поднимается столб воды. Собственно, из этих трубочек растения и получают воду, когда у нас долго нет дождей. Да если даже дожди долго. Если бы вы знали, как мало питаются растения от наших дождей. Нам кажется, что вот полил дождик 3 часа, и все, не надо поливать. Но если вы возьмете лопату, подойдете к земле и всковырнете, вы увидите, что на 10 сантиметров глубже земля абсолютно сухая. Как же тогда справляется растение в природе? Вот из этих капилляров оно получает воду. И мы с вами должны вспомнить о том, что если у вас южный регион, и у вас сильно высыхает почва, то это происходит только потому, что как раз идет очень сильное испарение влаги через вот эти капилляры. И когда влага испаряется, иссушается, то почва иссушается, растениям не хватает воды. Что нужно сделать в южном регионе? В южном регионе нужно взрыхлить верхний слой почвы для того, чтобы сломать вот эти капилляры на поверхности почвы. Если вы чуть-чуть их взрыхлите или сверху чем-то покроете эту почву, то тогда вода не будет испаряться. Вы сократите испарение, следовательно, улучшите влагоемкость почвы и улучшите вообще влажность почвы, необходимую для питания ваших растений. Также вы должны понимать, что если у вас наоборот влажно, и у вас почва все время влажная, и вы когда не копнете, даже давно не было дождей, а почва все время влажная, это говорит о том, что у вас произошло смыкание капиллярной каймы. Что это такое? Это когда ваши верхние капилляры, нижние капилляры от грунтовых вод сомкнулись. Это когда постоянно идет очень большой напор по капиллярам воды, и поэтому ваша почва все время влажная. Что в этом плохого, спросите вы? А плохое то, что в нашей почве нам очень важны пустоты. Эти пустоты должны быть наполнены воздухом, потому что нашим растениям нужен кислород, без этого они не справятся. Так вот, если у нас слишком много влаги в почве, то все пустоты начинают заполняться водой, вымещая тем самым кислород. И у нас начинаются токсические процессы, которые влияют на корневую систему растений. И таким образом наши растения начинают погибать без кислорода. Поэтому признаком плодородия почвы является не только то, что в нем должны быть какие-то питательные элементы, но также именно количество влаги и воздуха в почве очень важный фактор. И вот как обеспечить это количество влаги и воздуха, мы сегодня тоже поговорим дальше. Вот видите, сколько у нас воды между комочками почвы. И не только между комочками, но каждый комочек у нас в себе тоже содержит внутри воду. И когда вот здесь вода исчезает между комочками, внутри комочка остается вода. И в самый критический момент, если у вас хорошего качества почва, эти комочки отдают воду растениям. Вы знаете все прекрасно, что растения питаются через растворенные вещества в воде. Потому что растения пришли к нам из воды, и когда-то, миллиарды лет назад, они вообще жили под водой. И уже привыкли к тому, что питание они получают через воду. И поэтому люди решили, что это растворенные соли в воде. И они начали активно создавать минеральные удобрения, чтобы растение очень легко питалось. А потом удивляются, почему растения так сильно болеют и что же такое происходит. Так, друзья мои, давайте мы с вами сверим часы, как вы себя чувствуете. И, пожалуйста, поставьте мне цифру 1, если вам интересно, и все в порядке. И минус, если вам не интересно, и не все в порядке. Давайте сверимся, я должна понимать, что все у нас идет хорошо. Отлично, много единичек. Пока у нас нету мин... А, ну вот минус есть один, я вижу. Ну хорошо, я думаю, что по сравнению с сотнями единиц один минус мы переживем, правда же? Итак, друзья, продолжим. Спасибо, ой, даже много единичек. Отлично, спасибо большое. Итак, друзья, продолжаем. Почему мы не рекомендуем, и мы органические, те, кто занимается органическим земледелем, мы не используем минеральные удобрения? Потому что это очень опасно для почвы и очень опасно для растений. Если вы понаблюдаете за своими растениями внимательно, то одно из таких важных, интересных фактов, которые вы можете очень легко невооруженным глазом увидеть, когда вы используете, например, азотные удобрения, то вы увидите, что начинает очень активно нарастать вегетативная масса. Становятся очень большие листья. И обратите внимание, что вдруг становятся очень широкие, большие междоузлия на побегах. В общем, ряд признаков, которые говорят об очень такой, даже нездоровой, я бы сказала, вегетации. В этом случае задерживается процесс и завязывания плодов, и плодоношения, и созревания плодов. То есть все эти процессы очень сильно тормозятся, потому что растение активно вегетирует. Что происходит с растением в этот момент? Дело в том, что растение, конечно, оно на азоте начинает пухнуть. Оно начинает расти, и растет оно не потому, что ему нравится расти, потому что у него произошел сбой гормональной системы. Знаете, как у человека, который болеет диабетом, если ему сказать, что нет воды вообще никакой больше, человек хочет пить, нет, кроме сладкого компота. И вы вынуждены, например, пить сладкий компот и переживать, что же теперь с вами будет. Вот у растения происходит примерно та же ситуация, потому что когда соли растворены в воде, и растению нужна влага, то оно начинает потреблять чрезмерно эти соли. И в этот момент, что самое главное происходит, самое страшное то, что происходит, это то, что растение находится в симбиозе с микроорганизмами, которые живут в почве, и которые их обеспечивают всем необходимым питанием. Так вот, эти микроорганизмы, которые выделяют огромное количество энергии, и вы, например, могли бы спросить, а почему микроорганизмы выделяют такое количество энергии, для чего, зачем они так трудятся, ведь они могли бы просто съесть все необходимое в почве и не делиться этим с растением. Так вот, они как раз делятся с этим с растением, потому что им нужны углеводы, им нужны сахара, которые выделяют в корневую систему растения. И в этот момент, когда вы даете вот эти минеральные удобрения, то растения, получив все необходимое, перестают давать сахара микроорганизму. И тогда микроорганизмы уходят из этой части почвы или просто переходят в неактивную форму. Что это значит? В этот момент почва начинает деградировать, потому что именно микроорганизмы создают те самые почвенные комочки, которые создают идеальную почву, которую вы так любите, творожистую. Чем плохи суперфосфаты? Суперфосфаты опасны тем, что в них, дорогие мои, и есть фтор, и даже если у вас написано «безфторное удобрение», несмотря на это, все равно те удобрения, которые мы проверяли, там все равно есть фтор. Фтор очень опасен для нашего с вами здоровья, и помимо всего также есть еще и кадмий чрезмерно в суперфосфатах. И самое печальное, что если еще эти вредные вещества могут вымываться, например, в открытом грунте из почвы, то в теплицах они не вымываются. Там абсолютно другие процессы обмена ионов, и поэтому у нас все это остается в нашей почве, а потом в наших плодах. Поэтому мы вас очень просим прекратить использовать минеральные удобрения, если вы хотите заботиться о своем урожае и о своих растениях. Итак, друзья, что происходит? Когда мы с вами начинаем потреблять, вот мы с вами хотим вложить какие-то деньги в наше поле, в наш участок и получить урожай. И мы идем в магазин, начинаем покупать азот фосфор калий в виде минеральных удобрений и какие-то там еще, может быть, микроэлементы. Начинаем все это активно вносить в почву. Начинается дисбаланс у растения, растение получает, вы поливаете растение вместе с азотом, вместе с солями минеральных удобрений, растение начинает активно это все поглощать. В результате связи между корешком и микроорганизмами рушится, и что происходит? Растение начинает пухнуть, оно начинает пухнуть от азота, и тогда тут же с удовольствием начинают прибегать насекомые. Насекомые обожают растения, в которых чрезмерное количество азота и уменьшается количество других элементов, особенно углеводов и сахарок. В этот момент листья становятся лакомством для насекомых. Насекомые начинают активно есть эти растения, вы начинаете пользоваться инсектицидами химическими, душите растения химическими инсектицидами, на ослабленное растение тут же приходят грибы, патогены, и они начинают активно поедать корни и листья ваших растений. Вы тут же хватаете химические фунгициды, начинаете ими опрыскивать, после чего у вас растение ослабевает, и когда уже у вас и насекомые прилетели, и грибные болезни прилетели, и вы инсектицидами напоили их, сверху фунгицидами опрыскали химическими, и в конечном итоге растение ослабло и пошел расти сорняк, потому что растение слабое, сорняк начал вымещать культурное растение. Сверху вы добавили еще химических гербицидов в борьбе с сорняками, и к вашей почве пришла беда и к растениям тоже. Что же надо делать, чтобы исправить эту ситуацию? Нужно соблюдать равновесие в природе. Мы должны помнить о природных процессах и наблюдать, быть наблюдательными. Самое главное, ведь в природе есть все отгадки, нам не обязательно открывать каждый раз какую-то новую страну на этой планете. Все уже, велосипеды изобретать не нужно. Природа нам все готова рассказать, лишь бы мы хотели увидеть и услышать. Вы сами прекрасно знаете, что когда мы ходим к врачу и жалуемся на какие-то свои недуги, нам очень часто говорит врач о балансе, что в нашем организме нарушен какой-то щелочной баланс, гормональный баланс и так далее. Вот такой же баланс может быть нарушен в растении. А также есть еще одно очень важное для нас слово, которое мы должны запомнить. Это слово называется симбиоз. Симбиоз, потому что в природе очень много растений и организмов других находятся в симбиозе и пользуются друг другом. Они совершают такой прекрасный взаимно выгодный обмен. Например, как я уже до этого говорила, растения, корневые системы растений с микроорганизмами прекрасно находятся в симбиозе и дают таким образом растение живет и получает как раз очень естественное здоровое питание. Мы с вами уже говорили о том, что да, почва, органы, минеральное образование. Все верно. И почва какая-то там, какой-то гумус. Никто не понимает, что это такое. И действительно, никто не знает еще в природе, ни один ученый не смог открыть, что такое гумус. Потому что сколько бы вы не создавали эти гуминовые кислоты или фульвокислоты, или гуминовые вещества, вы никогда не найдете одинаковые молекулы гуминовых кислот. Они все время разные. Вы спросите, как же так? Почему так в природе? Да, в природе именно так. Поэтому не нужно нарушать природу. Нужно дать ей возможность создавать гуминовые вещества. Что для этого нужно? Для этого нужно сохранить естественные процессы. И сейчас вы видите один из процессов на картинке, который называется дерновый процесс. Я загляну в чат буквально на секунду, друзья. Пока любуйтесь картинкой. Оксана пишет, пермоземледелие предусматривает наличие птиц, правильный горячий компост. А кто будет ухаживать за живностью и переворачивать каждые два дня компост? Оксана, я совершенно с вами согласна, что в идеале, когда у нас на участке есть все. Есть и своя птица, и даже козлики или лошадки. А когда у нас есть еще пару, может быть, а то и десяток дополнительных рук нам в помощь, все это замечательно. Но вы знаете, мы три с половиной года работаем с нашими учениками. И еще никто, не было ни одного человека, который бы пожаловался, а это 4700 учениц, которые бы пожаловались на то, что они не смогли найти необходимые органические компоненты для своего участка. Никто еще не пожаловался, что не смогли найти, например, мульчирующий материал, такие как сено, сейчас мы дальше об этом поговорим, или навозник, или куриный помет. Все, кто сдаются этой целью, обязательно находят. Дело в том, друзья, что все наши недостатки чего-то, вот каждому из нас в жизни чего-то не хватает. Вот все это исключительно в нашей голове, больше нигде. Если мы это однажды почувствуем, вот если вы просто загадаете для себя, что я хочу навоз, у меня его нет в округе, у меня нет в округе, но я хочу. И вы будете об этом думать, ну подумайте об этом хотя бы неделю. Попробуйте на две минуты в день вспоминать о том, что как бы вы хотели, искренне только об этом подумайте, найти навоз. Что произойдет? Это не я, это не сказки, это ученые уже всего мира доказали, показали, провели кучу научных исследований на эту тему. Что происходит? Как работает наш мозг? Благодаря тому, что вы задали ему эту задачу, если вы, конечно, задали эту задачу в благостном состоянии, если у вас нет в этот момент стресса, то ваш мозг не пытается вас защищать, он не выстраивает барьеры, чтобы вы туда не шли, куда вы хотите. Потому что если вы нервничаете и чего-то боитесь, то вы туда не сможете дойти, мозг вам запретит. Так вот, если вы, например, в благостном, нормальном состоянии, веря в то, что действительно органическое земледелие – это круто, я хочу получить, найти перегной. Ваш мозг начинает перестройку, вашей сети, да, нейросети вашего мозга головного начнут выстраиваться таким образом, что из всей информации, а мы получаем по миллионы каждый день единиц информации, он выделит 2000 информаций, которые он в состоянии четко обрабатывать и фокусироваться на ней, которая будет очень для вас полезна, она в рамках того, что вы захотели. Так вот, и вы начнете вдруг видеть все время информацию про навоз. Вы просто будете бесконечно ее видеть. И думаете, боже мой, а что такое, я подумала об этом, и вот тут статья про навоз, тут объявление про навоз, тут я встретила соседку, она мне говорит, он там навоз продает. Почему так происходит? Это не чудо, так устроен мозг. Он начинает выбирать эту информацию. И раньше она была, просто вы ее не замечали. И вы в результате очень быстро его найдете. Мы практикуем это с нашими ученицами. Никто еще не было такого, чтобы он не нашел. Это очень просто. Это просто настроить правильный мыслительный процесс и разобраться немножко в новых технологиях о мозге, которые сегодня нам предоставили ученые, которыми мы прекрасно пользуемся и получаем очень быстрый результат в любых делах, которые мы задумали. Итак, смотрите на эту картинку. Вы видите здесь, что такое зерновый процесс. Посмотрите, вы видите корешки, да? А здесь вот видите, очень такая черная почва. И какие-то есть пустоты. Понятно же нам, да? Вот здесь эти сухие растения, они здесь подсохли. То есть какие-то завяли. Что происходит вот с этими такими завядшими растениями, которые опали и начали разлагаться? У них есть корни. Эти корни тоже начали разлагаться. Вот когда корни внутри, в самой почве разлагаются, это как раз и есть создание гумуса. И в этот момент этот процесс называется дерновым процессом. Это естественный дерновый луговой процесс, который мы сейчас видим на картинке. Когда разлагаются вот эти самые растения, прибегают червячки, они начинают перерабатывать эти растения, эти растительные остатки, куча микроорганизмов, которые целлюлозы разлагающие. В общем, здесь целый активный процесс происходит, благодаря которому у вас в почве начинают образовываться гуминовые вещества и появляется тот самый классный плодородный слой почвы. Так вот, представьте себе, что вот это самое классное вы берете и удаляете со своего участка, врезаете и ничего не оставляете. Все микроорганизмы хорошие, благородные, непатогенные убегают с вашего участка, и вы остаетесь почвой, которая просто глина. Это минеральная часть, где нет никакой органики. Ваше плодородие стремится быстро, ваши урожаи стремятся к нулю. Например, мы выбираем сейчас позитивный вариант, что происходит, чтобы этого не было. Во-первых, мы должны прекратить делать то, что делает вот эта рука бессовестная на этой картинке. Нужно перестать выпаловать растения, потому что представьте себе на минуту, что все сорняки, которые у вас остались на участке, если бы они просто разложились, не уходя с участка, сколько бы шикарного питания каждый корешок оставил внутри почвы и сколько бы гумусовых веществ образовалось. Правда же, много. Если мы с вами копаем, представляете, мы взяли и начали копать целину, и мы все это закопали, перевернули, и все микроорганизмы, которые любили кислород, жили на верхнем слое почвы, они оказались там, где кислорода мало, где совершенно другая среда для них, они поменялись друг с другом местами и начали погибать и те, и другие, те, кто сверху, те, кто снизу, или перешли в неактивную форму. Поэтому, друзья, когда мы с вами убираем дерево с участка, и вот это все, что дерево делало для здесь целой огромной жизни, оно перестает нормально существовать, то же самое мы страшное делаем, когда мы убираем сорняк вместе с корнем. И если мы с вами обратим внимание, как это происходит в природе, то в природе, друзья мои, у нас есть искусственный дерновый процесс, то есть естественный дерновый процесс. Что это такое? Вот смотрите, падает листва, падает, падает, падает дерево, и она оседает, оседает, оседает. И дальше что происходит? Эта листва закрывает траву, которая там прорастает, сорняки, от солнечного света. А если нет солнечного света, то нет у нас чего? Чего у нас нет? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Если мы закрыли солнечный свет, то что мы сделали? Мы прекратили. Какой важнейший процесс в природе? Мы прекратили. Римма спрашивает, а что, сорняки не пропалывать? Нет, Римма, мы не пропалываем. Все наши ученицы не пропалывают. Иногда мы вытаскиваем такие худенькие былииночки, которые у нас остаются. Так вот раз, взяли вот так рукой легко, даже без какого-то усилия. Мы не пропалываем. Мы экономим огромное количество времени. И сейчас мы вам расскажем, как мы это делаем. Фотосинтез. Молодцы, друзья, спасибо вам огромное за прекрасный ответ. Фотосинтез. Итак, фотосинтез мы останавливаем, когда мы закрываем наше растение от солнечного света. Что же происходит? Давайте подумаем. Логически мы с вами изучали этот процесс. Значит, во-первых, когда у нас листики упали, они что начинают? Приходят грибы. Это не те грибы, которые опята, лисички. Это грибы микроскопические, которые мы с вами не всегда можем глазом даже увидеть, даже с лупой. Так вот, эти грибы, это знаете, ну хотя нет, мы можем, конечно, увидеть грибы, когда появляется белая плесень на листьях. Это называется белая гниль. Это не опасный гриб. Это гриб сапрофит. Что такое сапрофит? Сапрофит – это сапра, да, это мёртвое. Сапрофиты – это те грибы, которые любят мёртвую ткань, то есть умершие растения. То есть именно органические, да, то есть именно фито – это растения. То есть те, которые любят мёртвые растения. Сапра – это мёртвый. Так вот, сапрофиты грибы, они начинают разлагать эту листву. И это очень хорошо, потому что, когда они её разлагают, из этой разложившейся листвы часть гумифицируется, а часть минерализуется. То есть снова превращаются в полезные минеральные вещества, которые были забраны из почвы, и они начинают обратно туда возвращаться. И сами вы знаете, что в растениях, в наших растениях, есть огромное количество углерода. Ну, во-первых, наши листья состоят на 90% из кислорода, а вот оставшаяся сухая часть, вот эти 10%, они состоят из углерода. Посмотрите, пожалуйста, видите, углерод. Так вот, сухое вещество микроорганизмов тоже на 50% состоит из углерода. И когда микроорганизмы размножают, им очень нужен этот углерод, они начинают активно питаться этой опавшей листвой, и таким образом жить на этой планете замечательно, и делать доброе дело для нашей планеты, потому что они участвуют таким образом в круговороте углерода. А без углерода, друзья мои, невозможно ничего. Углерод – это важнейший процесс, потому что вы уже поняли, что растение без углекислого газа не сможет создать фотосинтез, а участвовать в фотосинтезе. А фотосинтез создает углеводы и органическое вещество, сахара для нас с вами. И мы с вами не умеем получать солнечную энергию, как и животные, млекопитающие, как и птицы. Мы с вами питаемся растениями для того, чтобы получить через них энергию солнца. И для нас это единственный способ. Поэтому мы погибнем без растений. Так вот, растения не смогут создавать фотосинтез, если у них не смогут участвовать в фотосинтезе и создавать для нас органическое вещество, если у нас не будет углекислого газа. И тогда углекислый газ – это что? Это углерод и кислород. Поэтому мы с вами должны беспокоиться о углероде. Так вот, углерод у нас с вами опять возвращается в почву благодаря разложению. Часть в почву, часть снова выделяется в атмосферу и выделяясь, да и достается растениям, помогает опять растениям участвовать в фотосинтезе. Таким образом мы обеспечиваем с вами круговорот углерода в природе, когда листва опадает, она начинает разлагаться, и таким образом мы обеспечиваем углерод. А запас углерода важнейший на планете. Если мы с вами снова посмотрим на этот фотосинтез, то мы видим, что все это происходит благодаря свету. Но мы помним также, что когда мы закрываем растения от света, если у нас опала листва в лесу, да, то что происходит, у нас останавливается процесс фотосинтеза, потому что он также невозможен не только без углекислого газа. Фотосинтез также невозможен без солнечной энергии, без квантов света. Следовательно, что происходит в этот момент? Листья, если мы с вами закрыли свет, они начинают погибать. А дальше что у нас происходит? Дальше растения начинают получать запас питания из корней. Помните, мы с вами говорили о том, что растение создает запас в корнях. Помните, мы говорили о фотосинтезе? Так вот, когда вы закрыли растения, траву, листья закрыли от солнечного света, в этот момент корни начинают активно отдавать органическое вещество, чтобы только растение не погибло. Раз у него нет естественного фотосинтеза сверху от солнца, то оно должно какое-то время прожить, забирая органическое вещество из корней. И вот пока оно забирает органическое вещество из корней, растение еще как-то живет. Но когда корни отдали полностью все органическое вещество, в этот момент растение начинает погибать, начинает вянуть. И что происходит? Корни начинают разлагаться. Когда растение умерло, корни начинают разлагаться, и мы здесь имеем тот самый нам так важный зерновый процесс, потому что микроорганизмы, которые будут разлагать эти корешки, они будут создавать, как раз обеспечивать нам плодородие почвы. Итак, дорогие друзья, что же нам нужно сделать, чтобы обеспечить этот самый зерновый процесс в почве и в то же время не зарасти сорняками на нашей целине, ведь мы сады хотим, мы цветы хотим, мы хотим урожая, мы же не можем жить сорняками, даже если так придумала природа. Поэтому мы с вами обеспечим не естественный зерновый луговой процесс, когда естественно отмирают растения под листвой падших с деревьев, а мы с вами обеспечим искусственный зерновый процесс. Что мы сделаем? Мы покроем наши сорняки пленкой или каким-то материалом, который не пропустит ни один квант света. Как вы думаете, какие это могут быть материалы? Какие у вас есть идеи? Напишите, пожалуйста, в чате. От вьюнка и хрена мы с вами будем избавляться, так же, как сейчас мы будем избавляться и от других сорняков, дорогие друзья. Внимательно давайте смотрим и наблюдаем. Итак, я смотрю, что там у вас происходит. Напишите, какой мульчирующий материал, пожалуйста, в чате. То есть, какой укрывной материал для обеспечения искусственного зернового процесса вы бы могли придумать, чтобы закрыть сорняки от света. Какие есть идеи? Татьяна, о березах мы поговорим попозже. Нужно убирать березы или нет, хорошо? Тут уже у нас вариант. А, у меня почему-то медленно идет, да? Линолеум. Так, отлично. Черная пленка. Черная пленка, Марина пишет, 200 микрон. Черная пленка 100 микрон достаточно. 100 микрон черная пленка уже не пропускает солнечный свет. Текстиль пропускает солнечный свет. Ну, есть, конечно, наверное, какой-то толстый текстиль в виде, может быть, шинели, да, какой-нибудь, или сукна. Или ковра, старого. Или ковра, да. Но вот если вы будете просто, имеете в виду какой-нибудь лутросил, он точно пропускает черный солнечный свет. Пожалуйста, его не используйте, вы будете разочарованы. И, конечно, геотекстиль пропускает солнечный свет. Его тоже, им тоже не нужно укрывать. Пожалуйста. Так что, Владимир, геотекстиль мы не рекомендуем. Итак, щебенка, ну, толстый, если слой покроете, старый ковер кладу, агроткань, опилки, черная ткань. Ну, мы уже тут все повторяемся. Картон. Картон тоже замечательно работает. Но имейте в виду, когда вы укладываете на большую площадь, вам нужно обязательно приложить кирпичиками или чем-то тяжелым, камушками, для того, чтобы солнце, оно не сворачивалось, не открывалось. Обязательно внахлёст, чтобы солнце не проникало. Если вы будете использовать картон, как вот на этом слайде, то обязательно делайте нахлёст. Если вы сделаете его встык, то, поверьте мне, все равно свет проникнет сантиметров на 10. И вы, когда снимете, вы будете разочарованы. У нас будет такой квадратиками будет почва хорошая уже без сырняков, а квадратики у вас будет трава расти. У вас получится такой прикольный узор. Но вам же не нужен узор, вам нужна почва для дальше возделывания каких-то культур. Итак, идём дальше. Если у вас, вы укрываете, кто-то спрашивает, как будет со снытью, обязательно нужно, дело в том, что нужно рассматривать тот факт, какие сорняки живут на вашем участке. Если, например, на вашем участке живёт сорняк сныть, который размножается корневыми отводками, что это такое? Это когда от корешка у нас идёт, допустим, корень, и вот от него идёт из почки, у корня, идёт вот такой вот ещё один корень горизонтально внизу, в почве. И дальше появляется новый корешок вот здесь, и она идёт вверх. Таким образом, у вас корни могут далеко распространяться от материнского растения. И, допустим, вы решили, что вам нужно закрыть плёнкой, чтобы умертвить своё растение и прекратить фотосинтез. И, допустим, вы, что вы делаете? Вы в этот момент, да, вы, значит, закрываете плёнкой здесь, но растение даёт корням этого растения питание, потому что здесь оно не закрыто, через вот этот корешок, через этот отводок. И таким образом вот здесь сныть, она вот так вот здесь вот получает фотосинтез, потому что она не закрыта, питается от солнышка, и органическое вещество, пока решочку проводит сюда, даёт этому растению. Это растение закрыто картоном. Вы через три месяца открываете картон и говорите, Маша Эль, ну вы такие обманщицы, вы вообще какие-то ерунду нам всякую нарассказывали, у меня ничего не помогло, я сняла картон и сныть опять заросла. И всё в порядке, да? Значит, если вы понимаете, как устроена корневая система сорняка, и вы знаете, какая проблема у снытия, вы тогда просто-напросто по периметру картона будете лопатой срезать все корни снытия. И таким образом вы прервёте связь мамой и ребёнка. И тогда ребёнок будет жить свою жизнь отдельно, а мама будет истощаться, корневая система будет истощаться, потому что у мамы закончен фотосинтез. Вот тогда вы избавитесь от снытия. И от других растений, которые размножаются именно этими отводками корневыми. Да. Итак, продолжим. Что дальше у нас с вами происходит? Дальше мы с вами получаем через 3 месяца вот такой результат. Почему здесь написано через 1-3 месяца? Потому что это зависит от того, какие у вас сорняки, какая у вас дернина, насколько она у вас такая толстая. Если у вас какие-то слабенькие сорняки, то и месяца хватит. Если у вас серьёзные сорняки, то 3 месяца вам нужно вот такой вот линолеум или баннер подержать на грядке, если вот Эли создавала на своём участке новую грядку.